День парламентаризма депутаты Народного собрания Карачаева-Черкесии провели, что называется, на боевом посту. 44-я сессия парламента составила почти из трех десятков вопросов. Один из важнейших экономической направленности. Речь об изменениях в налогообложении для организаций. В первую очередь они упросят налоговое бремя для тех организаций, что ведают постановкой на учет системы газораспределения. В новой редакции закона все имущество компаний, за исключением магистральных трубопроводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, полностью освобождаются от налога на имущество на два года. Стимулировать газификацию региона, привлечение дополнительных инвестиций в республику и рост налоговой базы предприятий отрасли газификации. В целом не повлечет за собой снижение доходов консолидированного бюджета, так как по результатам проведенной оценки эффективности льготы, недопоступления налога на имущество, это около 1 миллиона в 2018 и около 2 миллионов в 2019 году, будет компенсировано дополнительное поступление по другим налогам по предприятию отрасли данной газификации. Говоря о финансах, добавим, что по результатам сессии внесены изменения и в республиканский бюджет. Общие параметры на прежнем уровне, но некоторые ведомства получат дополнительные финансирования. Это Минкульт, Минстрой, Управление Крачаево-Черкесии, Бадилам Архивов. Еще один вопрос экономической сферы – отчет контрольно-счетной палаты республики за 2017 год. Было проведено 31 контрольное мероприятие, которым было охвачено 148 объектов контроля. Охват средств более 13 миллиардов рублей, выявлено нарушение более 1 миллиарда рублей. Это такие основные виды нарушений, как неправомерные незаконные расходы и неэффективное расходование бюджетных, внебюджетных средств и неэффективное использование имущества. В работе Народного собрания есть новшества. Там появится аппарат парламента. Также глава республики ежегодно будет представлять депутатскому корпусу публичный доклад о результатах независимой оценки качества оказания социально значимых услуг. Отдельными поправками был оговорен состав участников общественных советов при различных ведомствах. Чтобы исключить коррупционный момент и конфликт интересов, ими не могут быть руководители предприятий и работники госучреждений из этой же сферы. Также на сессии привели в соответствии с федеральным законом положение лесного кодекса. Теперь правительство региона устанавливает и изменяет границы лесопаркового зеленого пояса. Татэк Джалавян, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24.